Здравствуйте! Вы смотрите программу Народные новости в студии Елены Сергеевой и в начале выпуска, как обычно, коротко о главных темах. Работы идут полным ходом. Парк 70-летия Победы на улице Ярославской планируют открыть к 9 мая следующего года. День мордовской культуры в Ульяновской области. В соседнем регионе побывала большая делегация из республики. Абилимпикс. В Саранске проводят республиканский этап чемпионата профессионального мастерства среди особенных людей. Детская хоккейная команда Мордовия завоевывает медали. На днях игроки вернулись с Нижегородской области с бронзой. В марте этого года было решено благоустроить парк 70-летия Победы на улице Ярославской. Работы там начались в сентябре, но горожане сомневаются, что специалисты уложатся в срок. Наша съемочная группа побывала в центре строительства долгожданного парка и выяснила все подробности. Быть или не быть парку 70-летия Победы на улице Ярославской, вопреки всем скептичным взглядам, ответ положительный и бесповоротный. Благоустройство здесь идет полным ходом. Рабочие строят дорожки, заливают бетон в несколько смен, без выходных. А жителям города обещают, все работы постараются завершить в этом году. На данный момент мы стараемся как можно больше захватить хорошую погоду и произвести все бетонные работы, чтобы не уйти с ними в зиму. В ближайшее время планируется начать озеленение, то есть разравнивание чернозема, устилание газона, высадка деревьев, кустарников. Люди работают, работаем мы без выходных. Стараемся как можно быстрее выполнить контракт, закончить и порадовать жителей города Саранска. Каждое утро проводят планерки и контролируют процесс строительства комиссия от администрации Октябрьского района Саранска. Под личным контролем ситуацию держит и мэр города Петр Тултаев. Жители Химаша также свидетели быстрых темпов работ. Уже проложены системы водоотведения, завершены работы по электроснабжению парка в процессе бетонирования тротуарных дорожек. Завтра будем заливать фонтан. Он тоже процентов на 40 практически готов, но я думаю, должны успеть где-то до 15 ноября с фонтана тоже работу завершить. Плюс где-то к 15 ноября будут установлены малые архитрульные формы детской гравийной площадки и начинаем укладку брусчатки на центральной дорожке. Поэтому ограждение парка, вы видите, процент на 70 тоже готово. Но планируем основные виды работ к концу ноября закончить. Весь материал для создания нужного рельефа привезли. Скоро начнется вертикальная планировка согласно проектным данным. Газон и цветочные клумбы тоже будут создаваться в ближайшие дни. Готовится высадка морозоустойчивых растений. Параллельно с озеленением начнется установка чаши фонтана, заливка бетоном. Уже летом фонтан подарит спокойствие и прохладу. А яркие цвета детских игровых зон поднимут настроение юным посетителям парка. Здесь будет очень большая детская зона. Поэтому она будет не только большая, во-первых, она будет очень красивая. С различными горками, тренажерами, с настольным теннисом, с баскетбольной площадкой. То есть зоны будут поделены по возрастным категориям от дошкольников и старше. Все будет в резиновом покрытии, то есть безопасно. Будут прогулочные дорожки, все в брусчатке. То есть если мы смотрим другие парки, то есть все в асфальте, то здесь все будет в брусчатке, в различной цветовой гамме. То есть будет намного это все выглядеть эстетичнее, красивее. Все работы планируются завершить в этом году. Но официального открытия парка на улице Ярославской жителям придется подождать. Откроется обновленная зона массового отдыха в мае, к 74-й годовщине Великой Победы. Марина Солонина, Андрей Просверкин. Народные новости. Владимиру Волкову представили нового руководителя Мордов Цемента. Им стал Сергей Марочков. Кроме того, на рабочей встрече главы Мордовии с президентом Евроцементгруп Михаилом Скороходом обсуждались итоги работы и планы развития предприятия. Президент Евроцементгруп проинформировал Владимира Волкова, что Мордов Цемент фактически вышел на новый уровень эффективности и автоматизации производства. Процесс модернизации коснулся таких ключевых пунктов, как развитие карьеров, приобретение специализированной горной техники, реконструкции дробильных комплексов, развитие собственной электрогенерации, обновление железнодорожной инфраструктуры, реконструкции клинкерного транспорта, создание автоматизированной линии без поддонного политирования продукции. В начале октября был дан старт работе нового помольного комплекса полусухой линии Мордов Цемента. Михаил Скороход отметил, что теперь, наряду с линиями сухого и мокрого способа, на Мордовском предприятии Холдинга действует полный цикл производства цемента полусухим способом, который дает стране цемент самого высокого качества. Новый руководитель Мордов Цемента Сергей Марочков, представленный Владимиру Волкову, уроженец Мордовии, человек, глубоко знающий экономику региона и особенности предприятия, которые он возглавил. Его стаж в отрасли более 20 лет. Он работал в Мордов Цементе в различных должностях, включая заместителя генерального директора, директора по производству. Глава Мордовия подчеркнул, что ждет от нового руководителя эффективной работы по укреплению производственных мощностей и ответственной кадровой политики. По словам Владимира Волкова, стабильная работа Мордов Цемента очень важна. Необходимо делать все возможное для дальнейшего развития производства, чтобы завод наращивал объемы, увеличивал производительность труда, заработную плату. Большим плюсом глава Мордовии считает то, что предприятие возглавил уроженец республики, хорошо знающий и само производство, и людей, работающих на заводе. Профессиональный путь нового директора с самого начала был связан с Мордов Цементом, начиная с 1998 года, когда он после окончания Алексеевского индустриального техникума пришел на завод учеником помощника машиниста компрессорных установок. За 20 лет человек прошел все ступени карьерной лестницы, работал на самых разных участках, знает и завод, и людей, работающих там. Глава Мордовии высказал уверенность, что это позволит новому руководителю эффективно решать вопросы по дальнейшему развитию предприятия, увлечению объемов производства продукции и сохранению высоких стандартов качества цемента, которые позволяют использовать его на ключевых стройках в России. День мордовской культуры в Ульяновской области. В соседнем регионе прошел целый ряд культурных и информационно-просветительских мероприятий, посвященных деятельности первого мордовского просветителя Авксентия Юртова. Инициатором события выступила Ульяновская областная мордовская национально-культурная автономия. Подробности далее. По некоторым данным, в Ульяновской области проживает 40 тысяч человек мордовского населения, в Ульяновске — 10 тысяч. Именно поэтому проведение Дней мордовской культуры для национально-культурной автономии весьма важно. Родной язык и россиянский в качестве предмета в области изучает почти тысячи детей. Целые классы собирать трудно из-за широкого географического разброса населения. Но в ряде школ и детских садов закреплены специальные уроки. Преподаватели и воспитатели стараются знакомить молодое поколение с родной культурой. Проведение Дней мордови в Ульяновской области становится уже традицией. Очень приятно, что Мордовия республика нас очень поддержала, поддерживает, и мы благодарны. А то, что в Ульяновске, ну это просто решение нашей автономии. Проект «Дни мордовской культуры в Ульяновской области» открыла выставка художников красоты сельских дорог. Свои работы представили именитые мастера кисти 13-го региона. Мордовское искусство привлекло внимание абсолютно разных слоев населения. От простых школьников до преподавателей вузов и представителей творческой интеллигенции области. Неожиданно такое чувство, вот вроде бы и аппликация, и народные мотивы. И вот сейчас мы думали, что-то вот ниточки, может, какие-то приклеены и потом прокрашены. Но вот оригинально и очень красиво. Необычно самое главное. Мы уже давно дружим, общаемся с мордовской автономией. Каждый год проходит замечательный праздник «Шумбрат», где мы проводим литературную площадку. Во-вторых, я сам являюсь большим поклонником живописи. И именно живопись национальная с национальным элементом, она всегда интересна. Тем более, когда этот национальный элемент проходит через призму современности. Особенно важно прививать любовь к родной культуре у молодого поколения. Такую задачу ставят перед собой многочисленные организации. Сейчас можно отметить, что участие молодежи в данных мероприятиях становится выше. И молодежь за последние десятилетия снова начинает вспоминать о своих корнях и не стесняется о своей национальности. Это отрадно. И стоит отметить, что в подобном уровне мероприятиях с каждым годом все больше молодежи. Ульяновская областная автономия также является инициатором мероприятий по увековечению памяти Авксентия Юртова. В феврале 2019 года исполняется 165 лет со дня рождения первого просветителя мордовского народа. Поэтому межрегиональная конференция в рамках Дня Мордовия была посвящена жизни и деятельности известного ученого. Доктора наук, общественные деятели Мордовии и Башкортостана поделились своими изысканиями. Если днем знакомились с историей мордовского народа, то вечером участники и гости насладились национальными напевами и танцами. Во Дворце культуры прошел гала-концерт с участием артистов, музыкальных и танцевальных коллективов 13-го региона. Горячими аплодисментами зал встретил и творческий номер государственного ансамбля песни и танца «Волга». Стать донором просто. Это не первый раз доказывает Республиканский центр переливания крови. Его сотрудники регулярно выезжают на передвижную станцию к различным предприятиям. К очередной акции присоединились сотрудники одного из финансовых учреждений и представители студенческих отрядов. Все подробности в следующем репортаже. В этой передвижной станции переливания крови едва уместится пара десятков человек. Пространство здесь небольшое, но масштаб работы огромен. Еще с самого старта акции сюда спешат люди. Одним из первых на сдачу пришел Дмитрий Крымзин. Сдавать кровь для него дело привычное, тем более сейчас это сделать особенно просто. Весь процесс занимает максимум 15 минут. Еще в студенческие годы, когда у преподавательницы сбили мать и попросили сдать кровь. Соответственно, мы всей группой пошли. Тогда был первый раз. Наряду с сотрудниками финансового учреждения кровь сдают и представители студенческих отрядов Мордовии. При возможности они регулярно участвуют в подобных акциях. Многим другим людям, можно сказать, это очень важно, нужно и надо делиться. Только если у нас много этого, надо поделиться, у кого этого нет. От этого ничего плохого нам не будет, а им будет очень даже хорошо. К сдаче крови допускают не всех. Препятствия разные. Низкий вес, пониженный гемоглобин, плохое самочувствие. Несмотря на это, приобщиться к добрым делам можно другим образом. Представители студенческих отрядов собирают средства на лечение бойца Евгения Наумкина. И этим летом с ним произошел несчастный случай, последствия которого можно устранить при помощи длительной и дорогостоящей реабилитации. Сегодня также предлагаем нашим бойцам студенческих отрядов, которые сдают кровь, часть или, возможно, полную сумму, которая прочитается за сдачу крови. То есть мы знаем то, что, скажем, есть определенная сумма денег, пожертвовать на реабилитацию одного из старичков нашего педагогического отряда подросток Евгения Наумкина, который несколько месяцев назад попал в такую трагическую ситуацию. Всего кровь сдавали порядка 80 человек. Такие предвижные акции проводятся раз или два в неделю. В основном, когда в медицинских учреждениях города нуждаются в компонентах крови. Мы выезжаем на рабочие места к своим социальным партнерам, к участникам корпоративного донорства Республики Мордовия. Ну и, конечно же, огромным подспорьем для нас являются наши уважаемые студенты. Студенты-представители некоммерческих организаций, например, таких как Ассоциация студенческих отрядов Республики Мордовия, всегда очень отзывчивы на такие наши призывы. Они приходят и делятся своей кровью. Стать донором сейчас не стоит больших усилий, особенно если процесс занимает минимум времени и проходит практически без отрыва от производства. Служба крови Мордовии приглашает жителей Республики приобщиться к донорству. Сделать это можно в станции переливания крови в любой будний день или во время акции. Все, что для этого нужно – паспорт и желание. Ольга Данилова, Евгений Фролкин. Народные новости. Материнский капитал стал хорошим подспорьем для семей с детьми. С 2007 года программа реализуется во всех субъектах страны. На прошлой неделе депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект о сокращении сроков выдачи материнских сертификатов. Подробнее об изменениях расскажем далее. Эти средства идут на улучшение жилищных условий, на образование детей, а также накопительную пенсию родителей. Материнский капитал – одна из самых востребованных федеральных программ. В Мордовии выдано более 40 тысяч сертификатов, из которых 28 тысяч семей уже распорядились материнскими деньгами. Совсем недавно Госдума приняла законопроект, который предусматривает изменение срока выдачи сертификатов. Вместо месяца будет дано 15 дней. Также изменится срок проверки сведений о родителях. Направляются запросы в компетентные органы, это, например, МВД, о совершении преступления против личности своего ребенка, в опеку, попечительство, это не лишена ли мамочка нашей родительских прав, также и в ЗАГС. Раньше на предоставлении нам информации, которая будет влиять на право, было предусмотрено 14 дней. Теперь вот этим законопроектом этот срок сокращается до 5 дней. Предполагается, что эти изменения позволят повысить качество предоставления госуслуги. Кстати, над этим работают и сами сотрудники пенсионного фонда. В этом году стало возможным получение электронного сертификата. Этот сертификат теперь можно получить в электронном виде. То есть, для этого нужно подать заявление через личный кабинет гражданина на сайте пенсионного фонда. Один раз прийти в пенсионный фонд, принести документы личного хранения, такие как свидетельство о рождении детей. Больше в пенсионный фонд приходить не нужно будет. И вот в личный кабинет гражданина также придет электронный сертификат. Все эти изменения вступят в силу только после указа президента. Юлия Мамаева, Денис Ноздрюхин. Народные новости. В Саранске стартовал второй республиканский чемпионат «Обилимпикс». В его рамках студенты с ограниченными возможностями покажут свои профессиональные навыки. Кроме саранских участников на чемпионат приехали представители Сарского, Дубенского, Торбеевского и других районов республики. В каких компетенциях будут соревноваться студенты – в нашем репортаже. Пара движений и привычное печенье к чаю приобретает новый вид. Однако Никита Богданов может не только украшать, но и создавать необычные десерты из шоколада и мастики. Я делаю мини-пирожные из печенья песочного и крема из сбитых сливок. Это сделано из мастики, делаю всю ручную работу. То есть здесь представлены фигурки из мультфильмов и фрукты. Во время чемпионата вместе с Никитой 65 участников покажут свои навыки в различных компетенциях. В прошлом году их было 9, в этот раз прибавилось еще 4. Это администрирование отеля, экономика и бухгалтерский учет, выпечка хлебобулочных изделий и графические дизайны. Во втором региональном чемпионате принимают участники по 13 компетенциям. Это компетенция портной, это компетенция бисероплетения, электромонтаж и многие другие. По традиции на открытии чемпионата устроили мастер-классы, где участники показывали свои умения. Здесь, например, механики собирают реверсивный двигатель, который используется в лифтах. Рядом строители наносят жидкие обои и укладывают плитку. Также на мастер-классах показывают, как сервировать стол и рассказывают об актуальных вакансиях. А волонтеры учат общаться с людьми с ограниченными возможностями. На данный момент мы будем показывать мастер-класс, то есть как обращаться с людьми, которые не слышат вообще, которые вообще не видят, и у которых, если вдруг что, начинается эпилепсия. Это очень интересно будет и, думаю, познавательно для многих. Чемпионат идет четыре дня. 24 и 25 октября участники будут соревноваться в различных компетенциях. 26 числа эксперты подведут итоги и наградят победителей регионального этапа, которые затем выступят в Москве. Безусловно, реализация данного направления, она важна для развития профтеха, потому что охватывает очень специфическую категорию детишек и позволяет им в дальнейшем социализироваться. Ну, на что мы надеемся? Мы, на самом деле, надеемся, что победители нашего регионального чемпионата очень достойно представят республику Мордовию, потом в Москве, скажем так, на финале всероссийском. Будем надеяться, и есть, скажем так, мнение, что у нас будут призовые места. Хотелось бы пожелать всем участникам конкурса успехов и удачи. Они уже лучшие, поскольку они выиграли колледжские, техникумские аналогичные соревнования. Удачи и успехов! Чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью впервые провели в Японии 46 лет назад. С тех пор он объединяет участников из 47 стран мира. В России национальный чемпионат пройдет с 20 по 23 ноября. Ольга Данилова, Александр Гурьянов, Народные новости. В Саранске проходит акция «Дорога в школу». Ее организаторы – активисты ОНФ и сотрудники ГИБДД. Первым этапом мероприятия стал мастер-класс по изготовлению фликеров, цветоотражающих элементов. Его провели для первоклассников 29-й гимназии. Потом организовали рейд по школам Саранска. В этом классе с малышами говорят о важном, о том, где можно переходить дорогу, как правильно обходить автобус, какой цвет светофора означает, что можно передвигаться. Ребята слушают с большим вниманием, многое уже знают, уверенно тянут руки. О чем-то слышат впервые, но каждое новое правило запоминают. Цель проста – в очередной раз рассказать детям о ПДД. Особенно важно говорить об этих правилах в начальных классах. Дети – это наше будущее. И дети должны знать, как нужно переходить дорогу. Дети должны знать, как это все должно лучше происходить. И, конечно же, если ребенок будет это знать, он будет более безопасен. И я бы хотела сказать, что именно дети сейчас относятся к особой группе риска, тем более первоклассники, которые только что пошли в школу. Акция проходит в несколько этапов. Эту лекцию в мастер-класс можно считать первым. Своими руками малыши сделали фликеры – светоотражающие элементы. После этого активисты ОНФ и сотрудники ГИБДД отправились к 17-й и 20-й школам. Посмотреть, предприняты ли меры по обеспечению безопасности дорожного движения. Мы посмотрели, в общем-то, все основные требования к обеспечению безопасности соблюдены, но выявили другой, к сожалению, печальный факт, что сами дети не соблюдают правила дорожного движения, несмотря на то, что здесь хорошо оборудованный пешеходный переход. Здесь, конечно, нужно же работать не только с детьми, но и с их родителями. Не стесняясь телекамеры, не боясь сотрудника ГИБДД, дети, да и взрослые переходят дорогу там, где пешеходный переход не предусмотрен. Объяснения стандартные, так быстрее. Там долговато, я решила здесь пройти. У меня уже что-то... Ну, слушай, в следующий раз так, пожалуйста, не делай. Вот там есть пешеходный переход, там переходь с дороги, это ведь опасно. Инспектор осматривает прилегающую к школе территорию, рассказывает о недочетах активистам, а те, в свою очередь, заносят все замечания в чек-лист. Особое внимание на наличие дорожных знаков и разметок. 17-ю и 20-ю школы организаторы выбрали не случайно. Возле них были зафиксированы случаи ДТП. Благо, среди школьников попадаются не только нарушители. Мне рассказывали в первую очередь сначала родители, потому что, когда отправляют детей в школу, всегда говорят, переходи дорогу на светофоре и жди, пока машины проедут, чтобы перейти дорогу. Правила должного движения стоит соблюдать, чтобы не случилось что-нибудь плохое на дороге, чтобы тебя не шипли, чтобы у тебя будут проблемы с здоровьем, если ты не будешь соблюдать правила. Едет машина, и ты можешь просто не заметить ее. Акция «Дорога в школу» проводится с 2015 года. В этом году организаторы решили провести ее в преддверии осенних каникул. Таким образом, еще раз напомнить о правилах дорожного движения, обратить внимание на дорожные знаки и разметку. Подобные поучительные мастер-классы и проверки планируются провести и в других школах города. Юлия Мамаева, Ирина Пятина, Евгений Фролкин, Сергей Соколов. Народные новости. Группа «Отечество» преподала урок мужества ученикам Саранской школы номер 32. Музыканты исполнили патриотические песни и рассказали о подвигах русского солдата и героях войны. С подробностями Ирина Семенова и Владимир Надькин. Уроки мужества для школьников уже давно стали традицией. Различные мероприятия патриотической направленности проводятся в течение всего учебного года. В них участвуют дети разных возрастов. В этот раз для старших школьников со своими песнями выступила группа «Отечество». Примечательно, что большинство юных зрителей – учащиеся кадетского класса. Для них патриотический концерт был особо интересен. В последние годы и в Мордовии, и в Саранске, да и вообще в стране делается много, чтобы молодое поколение воспитать с патриотической точки зрения. Самое главное здесь – любовь к своей родине. Это позволит молодому человеку все-таки найти свое место в нашей стране, в нашем обществе, правильно себя вести, правильно себя ассоциировать с той огромной историей, которую имеет наша страна. Поэтому особенно это хорошо видно в общеобразовательных учреждениях, в школах, где этой работе сегодня придается большое значение. Группа «Отечество» в своих композициях рассказала школьникам о войне, о подвиге, о любви и о чести. Музыканты поговорили с ребятами о патриотизме и объяснили, почему важно знать и гордиться своим прошлым. Также они ответили на вопрос, что же такое мужество. Мужество? Ну, вот в этот час, конечно, не все вошло в все, что хотелось бы сказать детям. Во-первых, любить друг друга, не подводить. Мужество – это вот сейчас ребята выйдут на улицу, и вот кто-то обижает, кого-то там обижает. Он должен не струсить, а, соответственно, защитить друг друга, защитить девушку, парень. По-любому должен быть. Вот это и есть мужество. Самое главное. Это истоки начинаются и из этого. После концерта дети с большой радостью поспешили сфотографироваться с музыкантами. Многие из них признаются, что мечтают в дальнейшем стать защитниками Родины. Многие прониклись историями о подвигах русского солдата. Каждый усвоил свой урок мужества. Урок прежде всего о любви к своим близким и своей стране. Ирина Семенова, Владимир Наськин. Народные новости. В КСТОУ состоялся четвертый всероссийский турнир по боевому самбу памяти героя Советского Союза Николая Талалушкина. Команда нашей республики выступила на нем успешно и завоевала пять медалей. Подробности далее. В борьбу за победу вступили более 200 спортсменов из Мордовии, Пензенской области, Пермского края и Нижегородской области. При высоком уровне конкуренции наши ребята смогли проявить себя лучшим образом. В весовой категории 42 килограмма 2004-2005 годов рождения победил Игорь Маркелов. А в возрасте 2000-2001 годов рождения весом 81 килограмм золота завоевал Артем Кучин. Бронзовыми медалями на турнире отметились Андрей Куркин, Егор Цапко и Андрей Власов. Результат хороший. Многие ребята поехали первый раз на соревнования. Выступили, кто-то проиграл, кто-то выиграл. Выступили хорошо, достойно. Никто не испугался, не спасал. Следующим испытанием для юных самбистов станет межрегиональный турнир в Новочебоксарске, который состоится уже в ноябре. Ну а выступление в Кстово оставило как у ребят, так и у тренерского штаба только приятные впечатления. Никита Борискин, Максим Тузин, Андрей Просвиркин. Народные новости. В минувшие выходные в Нижегородской области прошел регулярный турнир Emerald Cup. На нем выступила детская хоккейная команда «Мордовия» ребят 2010 года рождения. Им удалось завоевать бронзовые медали. С юными хоккеистами и их тренерским штабом пообщалась наша съемочная группа. На Нижегородском турнире выступило 10 команд из Нижегородской области, Владимира, Казани, Тольятти, Ижевской и нашей республики. Мордовия попала в группу «Б», где ее соперниками стали Нижегородская торпеда, Заволжский мотор, Владимирские тигры и Казанский акбуре. Уровень противников был крайне высок. Борьба за выход в плей-офф получилась упорной. За счет желания детей правильно выполняли установку, которую требовали мы, то есть тренера. Никто не опускал рук, каждую игру они бились, выходя на лед, понимали, для чего они выходят. Это как бы и дало такой вот результат на табло. Мордовия прошла групповой этап уверенно. Однако на старте приличную оплёху наши хоккеисты получили от Нижегородского торпеда. Далее последовали две сухие победы над Мотором и Акбуре. Также были повержены Владимирские тигры. Соперником по полуфиналу стали хозяева турнира «Эмперал Эйстим». Борьбы, увы, не получилось. Зато в матче за бронзу Мордовии удалось обыграть Ижсталь. Со счётом 6-3 и увезти из турнира как бронзовые медали, так и индивидуальные призы. Лучшим бомбардиром команды стала Милана Кочемаева. В этом возрасте девочки и мальчики выступают вместе. В номинации «Полезный игрок» первенствовал Станислав Едуков. Ну а приз зрительских симпатий из Нижегородской области увёз Денис Тайнов. Спасибо Милхайу Сергеевичу, что рассказывал нам, как играть, как, ну, объяснял нам смысл игры. Ну и мы выигрывали. Мы сильно старались, бились до конца, и мы получили третье место. И мы играли в пас слаженно, и у нас всё получилось. Ну, мы играли в пас, слушали установки тренера, и у нас всё получалось. Также в выходные в Ульяновске прошёл традиционный турнир под названием «Рено Кап», где приняла участие наша команда из ребят 2008 года рождения. Он примечателен тем, что на тренерском мостике Мордовии дебютировал Павел Гордин. Ребята его не подвели, уверенно пройдя групповой этап. А вот на стадии плей-офф за медали зацепиться не удалось. Сначала в полуфинале Мордовия уступила будущему победителю турнира Краснодару. А бронзу волевой победой у нас отвоевал Ивановский «Авангард». Впрочем, для тренерского дебюта четвёртое место – очень даже неплохой результат. Сильнее команды все три. Но мы играли, бились, выкладывались по полной. Чуть не повезло, я думаю, в дальнейшем будем улучшать свои показатели игровые, будем стараться обыграть их. Тренер нас нацеливал на победу, чтобы мы выиграли и заслужили первое место. Нам очень этого хотелось. И турнир выдался очень удачным. Мы болели также за другие команды, как и за себя. Главное для хоккейной школы – вырастить как можно больше талантливых ребят, которые впоследствии будут играть за взрослую команду. Результаты являются приятным дополнением и свидетельствуют о прогрессе игроков. А также показывают – у нашего хоккея есть будущее. Валерий Никитин, Максим Тузин, Евгений Фролхин. Народные новости. На этом пока всё. Далее смотрите прогноз погоды. В студии была Елена Сергеева. Оставайтесь на нашем канале и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...